Вестник Северодвинска о спорте. На лыжи в честь Олимпиады в поддержку паралимпийского движения на Яграх сегодня прошли спортивные состязания для ребят с ограничениями здоровья. Для тех, кто постарше, подготовили двухкилометровую дистанцию на Ягринском лыжном стадионе, но ее пришлось пройти дважды. Эти ребята на лыжах чувствуют себя вполне уверенно, но некоторые из них на лыжню в этом году выходят впервые за несколько лет. На дистанцию в два километра в поддержку паралимпиады в Сочи сегодня вышли учащиеся Северодвинского техникума дизайна и строительства. Все они приехали в наш город из разных районов Архангельской области. Всего 18 человек. Евгений, в отличие от друзей, с большой охотой встает на лыжи. Говорит, дистанция несложная. С удовольствием катаюсь уже давно. Люблю на лыжах кататься. Соревнования, хочу поучаствовать в свою технику. Два километра, думаю, легко. Почему? Ну, катаюсь давно, привык уже. Кому-то, может, трудно. Дистанция и правда не всем дается легко. Евгений среди сверстников, кстати, пришел первым. На соревнованиях городского масштаба подростков вывели представители общественной организации. Молодежь, есть молодежь. И больше они друг на друга смотрят. Все по одному вроде как бы и желание. А когда все в куче, получается вроде друг перед другом. Но с другой стороны, может, это как раз именно придаст спортивный интерес. И вот эти соревнования, которые будут проводиться у нас одно за другим, может, к концу организуют их в более такую же команду. Кстати, бежать дистанцию ребятам пришлось два раза. В первый большинство пропустили. Нужные повороты ушли на дистанцию в три километра. В любом случае, победителей ждут медали, а всех участников дружеское чаепитие. А на Ягоринском стадионе «Беломорец» для более младших ребят с нарушением слуха из 21-й школы провели бесплатное катание на коньках. Сергей Курбан, Семен Семигулин, Вестник Северодвинска.